Все Макуна Матата танцы по случаю окончания Тюменского военно-инженерного училища исполняют студенты из Африки. Они провели здесь 6 лет вместо 5. Год постигали русский язык, а потом 5 – ратное дело. Я очень горжусь своим сыном. Теперь в Африке буду советовать Тюменское училище. Диплом сына – гордость всей республики Мали. Оказалось, помимо диплома сын хотел привезти маме из России еще и снаху, но что-то пошло не так. Она не хотела со мной уезжать, поэтому... И не пришла сегодня, да? Ну, можешь ей сейчас что-нибудь сказать на проезжение? Наташа, тебе большой привет передам. В этом году в училище выпустили 35 курсантов из 12 иностранных государств. Среди них республика Мали, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Конго, Палестина, Таджикистан. Они уехали к себе на родину. Я надеюсь, что они будут нести те традиции, которые в училище им были заложены, там у себя. И будут вспоминать эти годы, которые провели в России, и будут нашими друзьями. На родине каждому из них будет, что вспомнить помимо учебы. Экзотичные красавцы разбили много русских девичьих сердец. Девушка была, но сенился потом. А где жена? Жена дома в Таджикистане. Наших девчат понять можно, кто же устоит перед мужчиной в форме. Только вот любить военного всегда непросто, даже если нет языкового барьера. Очень трудно. Видимся раз в три месяца. И это... видимся бывает, бывает, увидимся. И утром в пять утра его уже провожаешь. Приедет в десять часов вечера, и в пять утра уже обратно. А бывает вообще на полчаса. Виктория своего курсанта верно ждала все пять лет. Теперь молодые планируют свадьбу. А дальше поедут жить туда, где молодой лейтенант будет нести военную службу. Любить по-русски, значит жить без камня. Без камня в сердце и в душе своей. Карина Закирьянова, Сергей Жернаков. Тюменское время.